Всем привет и добро пожаловать! Меня зовут Татьяна и вы на моем канале. Сегодня хочу показать вам то, что меня просто ошеломило. Я в очередной раз заказала некоторые товары на Фаберлик. Я очень люблю бытовую химию от Фаберлик и иногда среди декоративной косметики тоже попадаются какие-то уникальные средства, которые мне нравятся впоследствии. Но то, что я попробовала сегодня, это, пожалуй, наверное, первое место за все года, что я заказываю на Фаберлике косметику. Если у меня была одна любимая, очень любимая тушь из Фаберлика, я вам про нее рассказывала, но сейчас она, к сожалению, поменяла формулу и уже не является моей любимицей, то то средство, которое я попробовала сегодня, однозначно просто станет моим любимым. В зимний период это 100%, возможно, даже сейчас. И еще, девчонки, подойдет просто, наверное, даже профессиональным визажистам. Также, девчонки, важный момент, в своем телеграм-канале я делюсь с вами в том числе какими-то своими находочками и иногда это происходит даже раньше, чем здесь на YouTube и на Дзен. Поэтому обязательно проходите, подписывайтесь на мои телеграм-каналы, их два. Один по вязанию, там я даю вам схемы, там мы с вами проводим челлендж сейчас по извязыванию своих недовязов по завершению работ. Вот, в принципе, там интересно приходите, обязательно жду вас. И лайфстайл-канал тоже в телеграм, где я раньше, чем на YouTube делюсь с вами какими-то либо находками, либо своими отзывами. Поэтому жду вас там, обязательно подписывайтесь. Давайте я вам сразу покажу, о чем я говорю, не буду откладывать в долгий ящик. Смотрите, вот такое средство, это очень концентрированный тональный крем, который еще и водостойкий. Девочки, если вы являетесь поклонницами средства тонального от Estee Lauder, который Double Wear, у меня оно тоже есть. Я его очень сильно в свое время любила, но слишком все-таки плотное, слишком маскирующее. То есть это не на каждый день однозначно. Это эффект маски обеспечен, как бы вы там ни наносили, но речь сейчас не о нем. Я сегодня решила сделать макияж. Кстати, он выполнен полностью продуктами Faberlic, начиная от этого тонального крема, заканчивая тушью. Это я вам расскажу чуть-чуть попозже, ну, кроме бровей. Так вот, я попробовала, нанесла, как обычно, пару капелек. Одна капелька на щечки, на одну, на вторую, на лоб. Думаю, на подбородок наносить не буду. И давай, значит, это все пробовать немножко растушевать руками. И, девочки, я обалдела. Вот если вы знаете тональное средство, которого по количеству нужно одна капелька на все лицо, то вот я не знала. Вот это действительно то средство, которого нужно одна капелька на все лицо. Я наносила, к слову, спонжем. Также от Faberlic. Вот такой он у меня сейчас. Только-только после мойки я вот только-только его помыла. Вот так выглядит. Очень классный. Напоминает мне, значит, что напоминает спонж от Real Techniques. У меня тоже он есть. Ну, смотрите, здесь поры, ну, мельчайшие, просто мельчайшие. То есть не будет оставлять никаких капелек, там, чего-то подобного на лице. Микро капелек я имею в виду. И очень удобно растушевывать. Так вот, вы не поверите. Но мне пришлось просто убирать излишки этого средства со своего лица салфеткой. Потому что это было просто вот, ну, не передать словами. Такое ощущение, что этого количества мне хватило бы просто на все тело, наверное. Я никогда не сталкивалась с таким настолько пигментированным, настолько классным тональным средством. Это просто для меня находка какая-то. Я влюбилась с первого раза. Уже какое-то время я хожу с ним на лице. И я вам могу сказать, что он действительно водостойкий. Я не чувствую на себе никакого эффекта маски. Я очень это не люблю. То есть я прям минимально использую тональные основы в своем макияже, в ежедневном, либо праздничном. Потому что вот этот эффект маски, я его замечаю на себе, вижу на других людях. Это вообще не для меня. Мне не нравится. Вот здесь, несмотря на то, что средство очень-очень пигментированное, плотное, оно очень маскирует, нет ощущения маски. Вот нет от слова совсем. И оно, пожалуй, даже лучше, чем дабовые от Estee Lauder, как я уже говорила ранее. Ну просто я буду петь ему дифирамбы. Я в восторге девочки. Я просто в полнейшем в восторге. Обязательно попробуйте. Это просто находка находок. Просто находка века. Я прям вообще очень-очень довольна. Ссылки на регистрацию на Faberlic для того, чтобы покупать со скидками, как и я, я оставлю вам в описании к этому видео. Разворачивайте кнопочку, смотрите. И, конечно же, артикулы тоже будут там. Отличный, классный спонж. Все с ним здорово. Единственное, что нужно быть осторожными. Потому как у меня маникюр сейчас довольно-таки острый. Видите, да? И, собственно, это очень-очень быстро может испортить спонж. Видите, сразу остаются такие вмятинки. Ну, нужно быть просто очень осторожным. По работе потрясающий спонжик. За свои деньги просто прекрасный малыш. Не нужно переплачивать вообще ни за какие там реалтикниг. С вам справляется на ура. Следующее средство, которое сейчас также есть на моем лице. Смотрите. Можете увидеть на ресничках тушь. Это две новинки. Для меня, как минимум, точно новинки. Потому что я их не пробовала. Я хочу попробовать все туши от Faberlic. И выбрать для себя какую-то прям вот самую любимую. Вот эта малышка мне очень понравилась. Как своим дизайном, так и по нанесению самого средства. И щеточкой. И, в общем-то, полностью меня устраивает. Это маленькая вот такая, смотрите, видите, изогнутая силиконовая щеточка. Которой можно очень хорошо подкрутить реснички. И более того, если вы любите маленькие кисточки, как, к примеру, у Vivienne Sabo. Что-то похожее, но она даже там побольше. Лично мне очень маленькие кисточки нравятся. По той причине, что ими удобно. И я такой, знаете, человек, не очень аккуратный в каких-то отношениях. И я могу себе этой щеточкой ткнуть в глаз, если уж она слишком большая. Ну, то есть, как-то вот могу зацепить слизистую или еще что-то. Это не очень приятно. Вот эта маленькая, ей прям маневрировать идеально. Очень удобно красить реснички. Мне понравилось. Не осыпается, не отпечатывается. Что, в принципе, важно летом. Мне пока очень сильно понравилось. Следующая, она называется Miss Curl Mascara. Следующая вот такая розовенькая. Упаковочка очень красивая. Но там упаковочка особо никакого, никакой роли не играет. Щеточка здесь также силиконовая. С одной стороны щетинки очень коротенькие, с другой стороны подлиннее. То есть, тут тоже можно эффект варьировать. Либо прокрашивать от корня прям одной стороной, второй стороной уже разделять реснички. Ну, то есть, тут прям удобно-удобно. К платью моему подходит. В общем, мне понравились пока обе эти малышки. Я прям довольна, что я их заказала. Рекомендую что одну, что другую. И той, и другой. Можно сделать яркие реснички. То есть, наслоить. У меня, по крайней мере, два слоя. И очень даже выразительные реснички получаются. Если вы не любите очень яркий макияж, вам нужно просто чуть-чуть там как-то приукрасить свои. То одно нанесение, один слой и все идеально. Хорошо разделяет, не склеивает ни первая, ни вторая. Вообще прекрасно. Туши мне очень понравились. И, конечно, помада. Помада, которая сейчас у меня на губах. Можете видеть ее. Смотрите, какой красивый и освежающий цвет. Который, на мой взгляд, просто подходит всем. Как брюнеткам, так и блондинкам. Особенно сейчас, когда лето, тепло. И вот прям вообще отлично. Смотрите, это вот такая шикарная помада с магнитным корпусом. Тоже приятно, да? Глядит она вот таким вот образом. Смотрите, она увлажняющая. Очень комфортная на губах. Но должна сказать сразу, девочки, если у вас очень сухие губы и они шелушатся, она может это подчеркивать. Не критично. Прям сильно в складке губ она не заваливается. Но, тем не менее, шелушение может подчеркивать. Небольшой такой минус есть. Но не критично. Я часто сталкивалась с помадами дорогими и не очень. Которые вот прям конкретно сбиваются в складочке на губах. Это не так. С этой помадой я имею в виду не так. Это не очень сильно заметно. И мне нравится. Я выбирала за счет цвета. Я люблю, очень люблю вот такие светлые помады. Мне кажется, что они мне идут гораздо больше, чем что-то яркое. Это, возможно, я не права, но, тем не менее, мне это кажется. И мне с такими цветами очень-очень комфортно. Советую. Прям советую. Еще одна малышка выглядит вот таким вот образом. Кайдр Шайн. Она уже чуть-чуть поярче. То есть цвет здесь уже более такой, прям, знаете, наверное, морковно-коралловый, что-то такое. А мне хотелось бы, вот честно, цвет, как сейчас у меня на ногтях. Но прям точно такого я пока не нашла. Если такие помады знаете у Фоберлик, либо у какого-то другого производителя, девочки, напишите мне, пожалуйста. Я очень ищу такой цвет. Еще раз покажу. Вот такой вот светлый, наверное, персиковый, какой-то разбеленный. Обожаю такие цвета. Очень ищу. Буду крайне признательна, если вы мне поможете. Эту помаду я использовала один лишь только раз пока, потому что, ну, как-то мне она на данный момент слишком яркая. Наносится она очень хорошо, несмотря на то, что она тоже позиционируется как увлажняющая. У нее очень плотный, насыщенный цвет. Не знаю, могу советовать, не могу. По качеству самой помады советовать могу. Но так как цвет немножко немой, ну, такое. Еще одна малышка, которую я также взяла, но это уже уход. Вот такая гигиеническая помада под названием Intense Anti-Age. То есть она призвана ухаживать и омолаживать. То есть уход для возрастной кожи, для возрастных губ. Но я подумала, что, скорее всего, благодаря этим качествам она будет хорошо-хорошо питать губки. И, возможно, отлично себя проявит осенью и зимой. Поэтому, собственно, взяла минималистичный, милый такой стик. Ну, вообще, выглядит прекрасно. В любой сумочке станет классным дополнением. И пахнет довольно-таки приятно. Нет ярко выраженной одушки. Что-то немножечко медом, что-то немножечко сладеньким, цветочным. Вот что-то такое вполне приятная помада. Девчонки, нашла для себя крем от Faberlic. Смотрите, вот так выглядит упаковочка. Это у нас Retinol Like крем, который призван бороться с возрастными изменениями, выравнивать текстуру кожи и прочее. Здесь есть один очень немаловажный момент. Retinol, как мы знаем, подходит не всем. Он может вызывать раздражение. У него есть масса побочных эффектов. В этом креме Retinol отсутствует. Здесь очень похожий на его действия природный компонент, который оказывает именно то действие, которое нужно. Выравнивает тон кожи, помогает бороться с несовершенствием. Плюсом сокращает какие-то небольшие морщинки, но без побочных действий Retinol. То есть функции те же самые, как нам заявляет производитель, но не будет минусов Retinol. Я пока не пробовала. И здесь заявлено, что можно его использовать утром и вечером, дважды в день. Подходит как к чувствительной коже, так и для кожи склонной к жирности. Сказать пока что ничего не могу по поводу этого крема, но отзывы были шикарными. В принципе, как и на все, что я сейчас заказываю, я очень ориентируюсь на отзывы. Если много, очень много классных отзывов, я обязательно беру. Просто даже из любопытства попробовать. Так и здесь. С этим кремом не было исключения. Отзывы были хорошие, поэтому взяла, буду пробовать. Следующее средство. Это тоже уход от серии Garderica. Это ночное обертывание для зоны шеи и декольте. Хочу попробовать, чтобы, знаете, предупредить появление морщинок на шее и на декольте. Каких-то заломов после сна. Вроде бы как это средство должно нам помочь бороться с такими историями. Garderica, в принципе, очень хорошая серия. Также невероятное количество положительных отзывов на средства. Как маски, так и прочие продукты. Поэтому я для себя решила попробовать. Пока сказать ничего не могу. Вот только распаковала, но отзывы, опять же, были классными. Если пробовали, девчонки, дайте знать. Мне прямо очень-очень интересно. Еще немного из ухода я взяла вот такое средство. Это укрепитель ногтей от Faberlic. Сейчас я, кстати, уже не в первый раз обратила внимание. Во-первых, отзывы. Во-вторых, я уже попробовала матовое покрытие. Показывала вам в каком-то из предыдущих видео. Именно от Faberlic матовый, прозрачный, матовый, ну типа топ. Я люблю после того, как сделаю маникюр, наносить на свои ногти дополнительно либо глянцевое покрытие, либо матовое. Вот у Faberlic я взяла недавно матовое. И девочке могу сказать, что оно великолепно. Поэтому для мамы я взяла вот это средство, укрепитель ногтей. Всем недавно мама говорила, что хотелось бы укрепить ногти, ногтевую пластину. И я решила взять средство от Faberlic. Тоже было невероятное количество отзывов. Поэтому, мамуля, это тебе. Следующий товар стал немного моим разочарованием. Я заказала вот такой пинцет для бровей от Faberlic. Видите? И могу сказать, что я попробовала перед тем, как снимать видео, чтобы дать вам отзыв и не быть голословной. И мне не нравится. Работает плохо. Захватывает бровки очень-очень некачественно. Мне не нравится. Я совсем к другому привыкла. Поэтому... Хотя, знаете, я такой вот добротный металлический. Ну вот если посмотреть на его качество, именно на качество исполнения, то очень добротный такой металлический, даже тяжеленький. Напоминает чем-то пинцеты от Zinger. Нет, пинцет не берем. Мне не нравится. Он практически нерабочий. Еще чуточку по уходу, но уже не для меня, а для супруга. Это гель для душа. Благородный аромат с подлинно мужским характером для сильного и энергичного человека, уверенного в своем успехе. Вот как. Ну, аромат действительно приятный. Такой прям мускулиный. Знаете, можно брать. Если вы любите ярко выраженные такие мужские ароматы, то в принципе можно брать. Так что вот такой вот гель для душа появился у моего мужа. Так, что я взяла еще? Я взяла прям очень много, потому как была выгодная цена. И мне хотелось попробовать вот такие влажные салфетки детские. В количестве четырех упаковок я взяла, ни много ни мало. Это детские влажные салфетки Faberlic Uma. 0+, 50 штук здесь. Мне очень они понравились по использованию. Во-первых, для чего я беру? Я беру влажные салфетки для того, чтобы где-то что-то протереть. Дома они мне нужны на постоянной основе. В машине тоже обязательно нужны салфетки. Более того, у нас есть собака. Наша совка, коржик. Вот после каждого выгула, естественно, мы вытираем ей лапки. Но что может быть более безопасным, чем салфетки детские? И могу сказать, что они действительно очень классные. Они так хорошо пропитаны, что у меня просто нет слов. Вот такая вот салфеточка. Здесь еще какой-то рисунок. А здесь мишка. Очень мило. Здесь выбит такой, знаете, не выбит, а как-то продавлен что-ли. В общем, рисуночек. Здесь мишка. Классные салфетки. Запаха практически не имеют. Липкого следа тоже не оставляют. Ну, как бы отлично. Все вытирают. Мне нравятся хорошие салфетки. Советовать вам однозначно их могу. Также я обязательно для нее же, для совки приобретаю вот такие салфеточки. Лапки-лап они называются. Вот так вот выглядит. Камера сфокусировалась, я надеюсь. Тоже берем их с собой, либо когда куда-то едем, чтобы вытирать лапки. Удобно. Маленькая упаковочка, кстати, классно. Либо дома точно так же после каждого выгула вытираем лапки. Я вам рекомендую заботиться о своих домашних любимцах, о ваших домашних животных. Если вы их, конечно, любите, мы любим. Поэтому вот как-то так. Самая бытовая химия, которую в Фаберлик я очень люблю. И я взяла средства для очищения ванной комнаты. Антинный лед, быстрое удаление ржавчины, водного камня, известкового и мыльного налета, устранение неприятных запахов, блеск без царапин. У Фаберлик отличная бытовая химия. Я вам однозначно могу рекомендовать все средства, начиная от гелий для стирки и кондиционеров для белья, заканчивая вот такими штуками, как средства для ванной. Единственное, что мне не понравилось, и то не по действию, а только по упаковке, это средство антиналет со спреем, с такой пшикалкой. Вот она мне не понравилась. Именно эта пшикалка, как она распыляет и как пахло средство. Подействую идеально, но все же мне как бы не понравилось, я больше не беру. Поэтому я взяла в этот раз без распылителя, вот такое однозначно советовать могу. И средство, ну уже так отступая немножко от темы, средство для удаления жира для духовок и плит, это просто бестселлер, мастхэв. Берем даже не думаем, вы обалдеете, когда попробуете, если еще не пробовали. Подействую наряду с амвеем, либо шуманитом, но не воняет как шуманит и стоит дешевле, чем амвей. Ну то есть надо брать. Еще чуть-чуть для дома, очень люблю кухонную утварь от Фаберлик. Сейчас взяла вот такой половник, мне нужен был, но Фаберлик я не пробовала, а потребность в половнике у меня сейчас есть. Здесь силикон и еще что-то очень приятное тактильно в руках, прям такой знаете софт-тач, минималистичный, не яркий, нейтрального коричневого цвета. Все замечательно, объем тоже хороший, классный половник, мне уже нравится, поэтому советовать 100% могу. И что касается кухонной утвари от Фаберлик, к примеру, ножи я взяла для себя все и однозначно вам их рекомендую в тандеме с точилкой для ножей. Идеальные, просто идеальные, шикарные, профессиональные ножи, великолепно выполнены с деревянной ручкой, просто вот перфект, обожаю их, однозначно советую девчонки, присмотритесь, классные ножи, ну в общем-то и половник тоже. Взяла для себя, не поверите, что девочке захотелось взять кухонный фартук, смотрите, он еще такой какой-то прям большой, называется фартук Ботаника, вот такой вот очень красивый, хотела взять в тандеме с кухонным полотенцем, но к сожалению их разобрали и полотенец не было, поэтому только фартук мне достался, ну и то спасибо. Иногда, знаете, нужен, опять же, возвращаясь к моей аккуратности, когда я что-то делаю с мукой или с чем-то таким, знаете, мне кажется, у меня входная дверь может быть в муке, поэтому фартук это вот прям для меня, чтобы не испачкать какие-то вещи, которые на мне надеты, но лучше уж это будет фартук красивый, хорошо выполнен, все с ним замечательно, никаких вопросов у меня к нему нет, даже швы и те ровные, все хорошо. Мне интересно состав, состав хлопок, я думала, произведено в России, я думала, что это что-то такое, может быть, даже синтетическое, потому как пропитано, но нет, он, знаете, как будто бы слегка накрахмален, видимо, поэтому мне так показалось. Хороший, красивая расцветка, классненький, мне нравится. Ну и последнее в этом заказе, что я взяла не для себя, а для мамули, это вот такие очень красивые кроссовки, которые я тоже выбирала по отзывам, они в 39 размере, но вы знаете, тут могу сказать, что размер, возможно, не на 39, на 38 с половиной, наверное, потому что оно не 39, потому как у меня 39 размер, я примерила, мне маловато. У мамы чуть-чуть ножка меньше, должно быть ей удобно. У мамы уже есть кроссовки Фаберлик, и они прекрасно сохранились, отлично выглядят, все с ними замечательно, но я решила мамули обновить. Вот так вот очень красиво выглядят, у нее как раз есть спортивные костюмы, теплые на осень, да и на зиму тоже, с вот таким вот красивым бежевым цветом, поэтому я решила, что самое то, подошва достаточно высокая, эфирный по подъему стопы, надеюсь, маме понравится. У мамы вообще кроссовки двух вариантов, либо Эконика, либо Фаберлик, но мама у меня очень человек аккуратный, поэтому у нее все замечательно, но не знаю, девчонки в отзывах тоже пишут, что качество хорошее, одни из самых лучших кроссовок, которые вообще девчонки пробовали, я в принципе на это тоже ориентировалась, поэтому, мамуля, это тоже тебе, скоро появятся у тебя в гардеробе вот эти вот кроссовочки. Что, мои милые девочки, это все, что было в моем заказе, я надеюсь, это видео было вам интересно, обязательно жду вас в комментариях по поводу помады, если вдруг знаете вот такой красивый цвет, как у меня на ноготках сейчас, и по поводу средств, если вы уже что-то из того, что я вам показывала, пробовали, обязательно напишите, понравилось вам или нет, ну и в принципе пишите в комментариях, я всегда на связи, отвечаю абсолютно на все комментарии, поэтому жду вас там, забывайте, девчонки, у меня есть два канала в телеграм, которые я завела, в общем-то, по вашим просьбам, один из каналов вязальный, где мы с вами обсуждаем вязальную тему, сейчас у нас там с вами проходит челлендж по довязыванию, не довязывав, и второй канал лайфстайл, где мы с вами, в принципе, общаемся обо всем на свете, поэтому жду вас там, ссылочки будут в описании к видео, проходите, и я очень там вас жду.